Первая встреча продолжительной четырехматчевой домашней серии против команды из Краснодара прошла под диктовку гандболисток из Сельцо. К перерыву они уверенно вели в счете 19-14. А вот во втором тайме «Кубань-3» стала играть интереснее на контратаках. И как следствие смогла практически до минимума сократить отставание в счете. Девочка сегодня все-таки проявили и бойцовские качества, характер. В защите зацепились, несмотря на то, что все-таки нападения были и много очень огрехов. Вот особенно начало второго тайма приходится играть где-то одним составом в основном. Вот несколько человек у нас на замене, которые опять же из рисунка чуть-чуть выпадают. В защите можно, как бы понадеяться нападение, то есть тяжело. Последние 10 минут встречи «Сокол» ринулся вперед и все-таки смог удержать победный счет. 33-28 в пользу сельцовских гандболисток. Спустя сутки команды встретились вновь, но на этот раз сильнее оказались уже гости 31-29. Следующим соперником «Сокола» стал лидер чемпионата Новороссийская Черноморочка. Увы, но борьбы в этом противостоянии не получилось. Оба матча закончились победами приезжей команды 22-36 и 18-40. Сельцовский «Сокол» расположился на седьмой строчке турнирной таблицы. И в следующем туре, опять же на родном паркете спортивно-здоровительного клуба «Брянск» примет гандбольный клуб «Уфа Алиса». Дмитрий Кузнецов при содействии пресс-службы Департамента физической культуры и спорта Брянской области.